Здравствуйте, студия Ольга Уланова. Законопроект о резиновых квартирах рассматривает во втором чтении Государственное дома 11 декабря 2013 года. Ожидается, что некоторые его позиции смягчат. Расставим акценты. Законопроект, предложенный президентом, был принят в первом чтении в середине февраля и только к концу года он был подготовлен ко второму. За эффективную регистрацию иностранца или россиянина предлагается наказывать штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Но можно лишиться и свободы на срок до трех лет. За проживание без паспорта или по паспорту, который уже недействителен, штраф до трех тысяч, а в Москве или Петербурге до пяти. Штрафы для тех, кто живет без регистрации или собственников данного жилья до пяти тысяч, а в Москве и Петербурге и того выше. Что касается юрлиц, то для них штрафы достигнут 800 тысяч. Ко второму чтению рассматриваемый закон удалось смягчить. По словам депутата Александра Агеева, мы смогли максимально расширить перечень лиц, которые не будут привлекаться к ответственности за проживание друг у друга. При муниципалитетах будет создан специальный орган, упрощающий процедуру регистрации вроде системы одного окна. Без регистрации могут жить супруги, родители, дети и внуки. Не коснется это и тех, кто живет в одной квартире, а зарегистрирован в другой, но в том же населенном пункте. Одна регистрация возможна также для Москвы и Московской области, Петербурга и Ленинградской области. Вместе с тем, законопроект, посвященный борьбе с резиновыми квартирами, так и не включен допустимый метраж. Иными словами, сколько человек можно прописать в квартире определенной площади. Однако, по мнению экспертов, это ключевой момент. Если будет введен метраж, ограничение по регистрации в зависимости от квадратных метров на человека, это, да, действительно будет способствовать прекращению притока вот этих вот лиц, которые покупают прописку. И, соответственно, прекращение незаконной деятельности наших граждан в Петербурге, которые прописывают в своих квартирах. Таким образом, если законопроект примут, его придется дорабатывать. Законопроект разрабатывался для борьбы с незаконной миграцией и резиновыми квартирами. В Петербурге около 800 таких квартир, в каждой из которых числятся более 20 иностранных граждан. Но нередки случаи, когда незаконные мигранты и вовсе не регистрируются. При этом жители многоквартирных домов сталкиваются с тем, что проживать в квартире, где зарегистрировано 1-2 человека, может до нескольких десятков. А вот счетчики на коммунальные услуги при этом отсутствуют. Так что расходы за потребленные ресурсы приходится оплачивать всем жителям дома. Резиновые квартиры, они бы не стояли так остро, если бы в квартирах в обязательном порядке были установлены счетчики на холодную, горячую воду и электромергию. Тогда люди платили бы по факту. До конца нынешней сессии Госдума, скорее всего, успеет принять законопроект, который в дальнейшем потребует доработки. Пока же в случае жалоб жителей, правоохранительные органы или управляющие компании могут действовать в рамках ныне существующих законов. Акценты расставлены. С вами была Ольга Уланова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин